в рамках вот этого социального развития. И вот мы обращаем здесь внимание всегда на то, когда пациентка приходит к нам на прием и рассказывает, что жила я, например, в таком-то городе, меньше, например, по населению Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири, и вот я решила переехать после учебы или во время учебы в большой город, например, в Москву или в Санкт-Петербург. И что же я получила? Помимо выпадения волос у меня вдруг пропал менструальный цикл. Наверное, это гормоны мои во всем виноваты, давайте сдадим, посмотрим. Но мы должны здесь четко понимать и отметить это у себя в голове, в том числе в истории болезни, и рассказать нашей пациентке, что тот образ жизни, в котором она жила когда-то, он изменился, и это тоже стрессовая ситуация для нашего организма. И мы все больше сейчас в литературе, в международной, в российской, видим, что мы начали говорить о синдроме мегаполиса, о синдроме больших городов. Тогда, когда нас затягивает вот эта определенная мода на какие-то идеалы красоты, мы там стремимся к определенной окружности талии, к определенной окружности бедра, выглядеть определенным образом, с каким-то определенным цветом волос и так далее. И когда происходит некоторый диссонанс, что мы там в массе тела не дотягиваем, либо перетягиваем, либо цвет волос у нас не тот, разрез губ, глаз, и ресницы у нас не те, в том числе нагрузка на работе, какие-то нюансы в жизни, в учебе, то мы все чаще видим пациенток с хронической усталостью в рамках наших мегаполисов, с ощущениями какого-то одиночества, с некоторыми элементами подавленности, а где-то даже с агрессией, что может что-то не получаться. Ну и, конечно, в какой-то момент вот этот переезд в крупный город может даже немножко потеряться в плане целей, потому что пациенты порой так затягивают их вот эти изменения, которые они вдруг оказываются, вот этот водоворот событий и всего остального, они порой даже где-то могут забывать про свое здоровье, где-то не обращать на то, что может что-то поменяться, и характер менструации в том числе. И вообще, в принципе, мегаполис, и с нашими пациентками молодого возраста мы все больше говорим о том, что это, конечно, сам по себе большой город, и вокруг нас то, что происходит, это своего рода информационная бомба, которая 24 на 7 благодаря нашим гаджетам, благодаря интернету, с одной стороны, это огромное благо, и это огромное развитие для каждого человека, но, с другой стороны, это огромная нагрузка на человеческий организм, которая тоже в недозированном режиме может давать те или иные изменения и перегрузы нервной системы. И вот здесь, да, наше старшее поколение замечает, что наши молодежь, наши молодые люди становятся немножко, может быть, где-то более равнодушными, может быть, где-то более агрессивными, но это не они какие-то не такие, а, возможно, это как раз-таки те же окружающие, та же среда, которая нас, собственно, меняет. И вот такие пациентки к нам стали приходить на прием все больше и больше, и порой они к нам приходят с этим нарушенным менструальным циклом, когда это не один, не два, не три, не четыре месяца, а это полгода-год. И вот здесь самый важный момент, что нерегулярный менструальный цикл, это тоже сейчас у молодой женщины идет в рамках как часть синдрома мегаполиса. И мы не можем во всем винить только здоровье человека, которое изменения, в том числе в гормональном статусе, может провоцировать те или иные нарушения в гинекологическом, репродуктивном здоровье женщины, но и для нас важны те самые внешние факторы, внешние раздражители, эпигенетические факторы, которые вокруг нашей пациентки. Вот это очень важно, потому что наши пациенты порой так внимательно нас слушают, а мы вроде бы говорим о таких банальных с ним вещах, и потом для них это такое своего рода даже удивление возникает, и они соглашаются, и они начинают анализировать, понимают, что да, действительно, вот я там переехала, а через пару месяцев у меня начались те или иные изменения. И вот здесь я хотела бы акцентировать все наше внимание еще и на том, что вот этот регулярный менструальный цикл должен быть регулярным. Это не должны быть мысли о его правильности и неправильности тогда, когда мы задумываемся о беременности, потому что порой тогда, когда мы уже готовы к планированию беременности, а в итоге мы начинаем с менструального цикла, а он там, его по полгода нет, по три месяца, по четыре, или они приходят каждые две недели, да, порой бывает достаточно, уходит много времени, чтобы нам его восстановить и прийти к этой здоровой, полноценной, нормальной беременности. Поэтому даже если наша женщина не планирует сейчас беременность, она должна задумываться о своем менструальном цикле, как минимум вести менструальный календарик. Сегодня на приеме у меня была девочка, девушка 33 лет, которая в первый раз от меня узнала, что значит менструальный календарь. Да, то есть вот я считаю, что это вот абсолютная катастрофа, благо, что эта барышня не живет регулярно половой жизнью, и как бы, да, вроде бы нет вопросов у нее в контрацепции, сейчас такой активный, но тем не менее у барышни этот цикл нерегулярный, и какой-нибудь незащищенный половой контакт в любой момент может привести к наступлению беременности. И в такой ситуации девушка не замужем, девушка такая очень строгих, скажем так, взглядов и воспитания, ну, да, будет задумываться о том, что, возможно, эту беременность придется прервать. Поэтому вот такие вопросы, да, мы тоже, конечно, прорабатываем с нашими пациентами. Поэтому вот это многообразие нарушений менструального цикла, оно, конечно, зависимо не только от каких-либо эндокринопатий, например, заболеваний щитовидной железы, заболеваний сахарного диабета первого-второго типа, заболеваний гипофиза. Но это еще и огромное количество причин, которые могут быть вокруг наших пациентов, о которых мы сегодня, конечно, попробуем поговорить, хоть нам и не так много времени было отведено. Поэтому все больше мы говорим о том, что нарушение ритма менструации, характера менструации, это все-таки причины не гормональные, их большинство, и не органические, то есть не органы виноваты, а порой то, что творится вокруг наших женщин. Очень важная причина – это нарушение сна. Проблемы нарушения сна также можно отнести к синдрому мегаполиса. У молодых активных пациентов, да и у немолодых, наверное, тоже, каждый третий человек в больших городах встречается с теми или иными проблемами сна в своей жизни. Сами по себе нарушения сна – это фактор риска дисфункции яичников, изменения характера менструального цикла. И вот были проведены исследования, которые показали, что чем чаще нарушается сон, то есть когда это уже несет некое хроническое нарушение, то тем чаще мы видим нерегулярный цикл, обильное менструальное кровотечение. А что значит обильное кровотечение? Это снижение железа у такой пациентки, это развитие анемии, это слабость, вялость, утомляемость, это снижение активности и социальной, и личной, да, то есть они лежат, они сонные, они ничего не хотят, нет никаких желаний в их жизни. Также нарушения сна могут провоцировать удлиненный менструальный цикл, то есть это цикл не 3, 4, не 5, не 6, не 7 дней, а 10, 14, то есть женщина приходит и говорит, у меня какая-то вечная менструация, я уже не знаю, что делать, как минимум с предменструальным синдромом. Это болевой синдром, мы видим чаще у пациентов с нарушением сна, ну и, конечно, патологическое течение предменструального синдрома. Не просто мне грустно накануне цикла, а тогда, когда это уже значимое изменение настроения, об этом знают и подчиненные, и, например, да, руководители человека, да, с которым он работает, родственники, дети, да, и все вокруг, да, кто общается с этой пациенткой. Очень важно качество сна. Здесь важно, и сколько спит наша женщина. Например, сон меньше 6 часов больше ассоциирован с явлениями патологического течения предменструального синдрома. Поверхностный неглубокий сон, да, не восстанавливающий активность человека, больше связан с обильными менструальными кровотечениями, которые порой требуют от нас назначения тех же самых, в том числе, гормональных препаратов. Ну и сама по себе бессонница, да, неважно по какой причине она уже даже возникла, она достоверно связана с нерегулярным менструальным циклом. И вот было очень красивое наглядное исследование с большим количеством включенных женщин молодого возраста репродуктивного, которое показало, что продолжительность сна меньше 5 часов в значительной степени связана с шансами получить нарушение ритма менструации вплоть до задержек более 3 месяцев, да, то есть мы вообще можем уйти в имена рею с отсутствием менструации. А также это количество сна, малое количество сна связано с риском психологического стресса, более высокий процент депрессии у таких пациентов вплоть до суицидальных мыслей, что в свою очередь, да, уже психологические нарушения еще больше утяжеляют проблему нарушения менструального цикла. Очень важно, что нам нужно спать не просто потому, что мы должны высыпаться и восстанавливаться, да, но мы должны с вами еще и вырабатывать мелатонин. Да, еще один гормон, помимо гормона роста, он уже вырабатывается в эпифизе, в маленькой крошечной железе, но сейчас мелатонин – это не только сон, это не только циркадные ритмы, биологические часы, но это еще и репродуктивное здоровье. Исследования последних лет, десятилетий показывают, что без мелатонина и без нормального сна не будет овуляция. Овуляция – это созревание яйцеклетки и возможность наступления зачатия. Чем хуже мы спим, тем меньше мелатонина, тем выше уровень пролактина, а пролактин влияет уже и на молочную железу, и на ритм менструации, и на наступление той же самой беременности. И здесь, конечно, в группе риска наши девочки, наши пациентки, стюардессы, медсестры, врачи, которые дежурят, которые летают ночами, помогают нам справляться с теми или иными вопросами нашей жизни, ну такова, собственно, их ритм работы. Вот у них, конечно, огромное количество, мы видим, проблем с не только ритмом менструации, но и с вопросами бесплодия, с ненаступлением беременности. И порой таким пациенткам, ну скажем так, не мы рекомендуем, но они сами приходят к решению о том, что нужно распрощаться с той профессией, которая вызывает столько проблем с их репродуктивным здоровьем. И вот здесь очень важный момент, что нарушение этих циркадных ритмов, в том числе выработки мелатонина и вследствие с этим состояния здоровья женщины, само по себе нарушение ритма менструации, они все взаимосвязаны, создают своего рода порочный круг, ну и отрицательно влияют друг на дружку, да, и порой разорвать эту цепочку бывает довольно сложно. Тоже российские результаты опроса сейчас на экране, это Российская Федерация и новая пандемия, в которой мы оказались с 2020 года. И вот опрос был по прошлому году, показал о том, что на вопрос находитесь ли вы в стрессе, вся ли эта ситуация повлияла на ваше как-то психологическое здоровье или нет, больше половины опрошенных ответили положительно о том, что да, для них это беспокойство. Больший уровень тревожности проявили женщины, причем обратите внимание на время, вернее на возраст. Это женщины до 40 лет, то есть это именно та женщина, которая в любой момент потенциально может стать беременной, и она будет, естественно, желать даже рождения живого, здорового ребенка, да еще и благоприятное течение 9 месяцев беременности. Поэтому, конечно, это те вопросы, которые мы в том числе сейчас вынуждены обсуждать с нашими пациентками. Мы видим женщин, которые после COVID-перенесенной инфекции, даже если это было легкое течение, видим нарушение ритма менструации. Мы их не пугаем, мы им объясняем, они успокаиваются, и мы понимаем и рассказываем, что если это 1-2 менструальных цикла выпали из, скажем так, общего течения их менструаций, а дальше восстановились, но, собственно, живем спокойно, наблюдаем и не паникуем. Мы, в принципе, вообще никогда не должны паниковать, но вот в такой ситуации тем более. И если это только какое-то затянувшееся состояние, например, какое-то тяжелое течение пусковидного синдрома, о котором мы еще тоже сегодня скажем в отношении женщин, либо это наложение каких-то еще заболеваний сопутствующих, соматических, гинекологических у этой пациентки, и процесс нарушения ритма затянулся, то, конечно, мы с вами вынуждены уже будем тогда эту проблему более глубоко исследовать. Отдельная история – это разговор о стресс-зависимых нарушениях менструального цикла. Причем очень важно, что палитра этих нарушений менструального цикла – это не всегда задержки. Наши пациенты вообще почему-то чаще всего боятся именно задержки менструации. А вот когда они приходят раньше, где-то на неделю, на две, они, скажем так, по нашей статистике, не так часто это их пугает. Но, тем не менее, любое нарушение менструального цикла должно быть в поле нашего зрения. И вот здесь очень важно, что это не всегда должно носить катастрофический характер. И здесь нужно понимать, что стрессовый фактор, если он затянулся, например, наша пациентка готовится к сессии, сдает экзамен, а потом одна сессия плавно перетекает в следующую сессию, наложилась еще на какие-то встречи, расставания с молодым человеком, где-то поругалась с мамой, с папой, то есть какой-то конгломерат стрессовых ситуаций. И вроде не катастрофа, вроде бы все живы, здоровы, но, тем не менее, это неблагополучный фон. Что мы здесь можем видеть? Почему вдруг у нее может возникнуть, у вроде бы гинекологически и соматически здоровой девушки, нарушение цикла? Потому что стрессовый фактор может влиять на нашу железу, эндокринную гипоталамус в головном мозге. Гипоталамус, в свою очередь, будет отрицательно, нехорошо влиять на следующую эндокринную железу в том же самом головном мозге, на гипофиз, и мы будем уже на уровне яичников видеть снижение женского полового гормона эстрадиола, что, в свою очередь, действительно приведет сначала к нарушению ритма менструации, вплоть до отсутствия менструации вообще, например, если это какой-то затяжной стрессовый фактор. Вспомним с вами, например, блокадный Ленинград. Там ни у кого не было не то, что еды и воды, ни у кого не было менструации. Почему? Потому что менструация – это, по сути дела, не одна из основных функций жизни важных. Для, наверное, здоровья нашей женщины она должна дышать, должно биться сердце, работать почки, работать кишечник. Это все-таки репродуктивная функция, и репродукция должна быть тогда, когда к этому готово ее и психологическое здоровье. То есть организм избавляется, скажем так, от второстепенных затрат энергии. А сама менструация – это энергозатратный процесс. И вот здесь очень важно, что даже просто сдача экзамена, просто она вот жила зимой и перелетела, например, отдохнуть в более жаркий климат. Это все может спровоцировать нарушение менструального цикла. Жила она себе, спокойно работала, и вдруг ее руководство отпускает, направляет ее, например, в какую-то командировку на неделю, на две. И вроде бы ей там есть где жить, она хорошо кушает, за ней приглядывают, ее возят на машине на работу и с работой, и у нее есть телефон, она общается с родными. Но вдруг почему-то у нее нарушается менструальный цикл. Почему? Не случайно. Для нее это аномальная стрессовая ситуация. Она попала в другие условия жизни в том числе. Поэтому даже такие вроде бы нам кажутся банальные вещи могут повлиять на менструальный цикл. И чаще всего эти нарушения ритма менструации возникают у девочек, у девушек до 25 лет. И порой, опять-таки, у них нет планов на беременность, и они могут даже и не замечать, и не отслеживать, если она еще не ведет менструальный календарик. Хотя что может быть проще? Взяли телефончик, скачали программу, и отмечаем, первый день пришла, последний день ушла. И четко доктор видит, и вы сами видите, когда ждет каких-то сюрпризов, и как отслеживать менструальный цикл. И вот здесь, когда речь идет о стресс-зависимых нарушениях менструального цикла, даже если мы поговорили с пациенткой, объяснили ей, где был дебют, где, собственно, начало всего этого процесса, и она сидит, кивает, да-да-да, я помню-помню, было там у меня что-то, даже было что конкретно, да, опуская глаза, да, немножко понервничала, и вот цикл мой вот с этого момента и начал нарушаться. Здесь мало признать пациентам то, что да, они помнят и знают про причину. Как правило, если их уже привело, эта проблема привела к нам на прием, то здесь нам требуется консультация Татьяны Анатольевны, проведение когнитивно-поведенческой терапии, восстановительной терапии, чтобы вытащить ее из этого болота психологического, иначе это приведет к дальнейшим, в том числе, репродуктивным потерям. И вот здесь важно пациентке объяснить необходимость консультации психотерапевта, психоневролога, чтобы она не обижалась на нас, чтобы она не думала, что мы от нее отнекиваемся и хотим ее отдать какому-то другому доктору. Нет, это неотъемлемая часть того лечения, которое мы будем проводить с такой девочкой. И вот здесь очень важно, что еще и питание, в котором мы находимся, влияет на наш характер менструации, на наше гинекологическое здоровье. Мы порой пропускаем приемы пищи, мы порой пить, кушаем пищу не совсем правильную, а то, что можно съесть на ходу. Мы меняем состав этой пищи. Конечно, мы это меняем неосознанно порой. Меньше клетчатки, меньше овощей, меньше фруктов, меньше жизненно важных микроэлементов, которые нужны в том числе для прихода той же самой пресловутой менструации, о которой мы с вами сейчас говорим. Здесь важно, что мы стали иначе кушать, мы стали иначе двигаться. Мы, по сути дела, не двигаемся. Соответственно, мы стали кушать высокоуглеводистые продукты, меньше двигаться. Что мы получаем? Мы получаем прибавку веса. А что такое прибавка веса для нашей пациентки молодого возраста? Это риск нарушения менструального цикла, это риск ненаступления беременности, это риск потери этой беременности, если она наступила в малом сроке, это риск преждевременных родов, вплоть до мертворождения, это аномалии развития, потому что дефицит важных микроэлементов у пациентов с ожирением и избыточной массы тела катастрофичен. Они не доедают фолиевой кислоты, не доедают витамина D, они не доедают клетчатки, которая так необходима. Но и, безусловно, риск нарушения психологического здоровья у пациентов с избытком массы тела выше, чем у той девочки, которая этого избытка не имеет. Почему для нас важно ожирение? Потому что ожирение – это не просто что-то торчащее из-под одежды у наших пациентов, прикрывающее какими-то бусами, какими-то красивыми шарфиками, либо они в таких красивых нарядных платьицах к нам приходят. Это проблема именно эндокринной системы. То есть это уже негативное влияние, если мы говорим про девушку, про женщину, на ее гипоталамы, гипофизарный яичник в ось. А это та самая главная, наша с вами женская, можно так сказать, даже ось, от которой идут, собственно, все наши дальнейшие и менструальные обсуждения, и овуляторные обсуждения, и репродуктивные особенности. И если эта система нарушается, ее работа, безусловно, может нарушаться ритм менструации, а чем выше индекс массы тела у пациентки, тем чаще мы видим нарушение ритма менструации, снижается интенсивность фолликулогенеза, созревание яйцеклетки такой пациентки, тяжелее забеременеть, тяжелее выносить. Пациентку с ожирением даже не очень ратуют, скажем так, репродуктологи, потому что риск осложнений в рамках протокола ВРТ, в рамках протокола ЭКО выше, ну и, безусловно, снижение уровня прогестерона у таких пациентов для нас крайне актуально, потому что это еще негативное влияние на молочную железу. Ожирение, индекс массы тела и рак молочной железы у нас с вами взаимосвязаны. К сожалению, наша пациентка уязвима. Согласно статистике мировой, распространенность морбидного ожирения, то есть самого высокой степени ожирения, выше именно у женщин. К сожалению, именно морбидное ожирение растет, согласно последним исследованиям мировым, и это более частая проблема, чем у мужчин. Те исследования, которые начали проводиться у нас с вами в рамках последней пандемии ковид-инфекции, показали, что изменились наши пищевые привычки. Наверное, самое крупное международное исследование, включая и людей репродуктивного возраста, и мужчин и женщин, показало, что 40% анонимно ответили, что я незначительно прибавил массу тела, а 8,5% почти сказали честно о том, что я прям сильно прибавил массу тела. Опять-таки я обращаю внимание, что речь идет в том числе и о репродуктивном возрасте наших пациентов. К сожалению, пострадало психологическое здоровье наших женщин больше, чем мужчин в рамках постковидного синдрома. Чаще женщины рассказывают про депрессию, чаще они нам жалуются на тревожный синдром, и можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что женщины просто более ответственны к своему здоровью. Чаще обращают на себя внимание, чаще посещают, например, медицинское сообщество с той или иной проблемой. Но нет, коллеги, здесь для нас важно, что это уже проблема, и на нее нам нужно с вами обращать внимание, потому что психологическое здоровье крайне важно для женщины, раз уж мы сегодня о репродуктивном возрасте, то и в этот период тоже. С одной стороны, ожирение – угроза для женщины молодого возраста, с другой стороны, для нас сейчас продолжает быть актуальна проблема дефицита массы тела. Некая погоня за идеалами красоты, тогда, когда девочки что-то прочитали, кто-то неудачно сказал, что-то у тебя пухлые щечки. У меня была пациентка, которая довела себя до анорексии после слов о том, что у тебя пухлые щечки. Вот кто-то ей сказал, да, вот про эти щечки, красивые когда-то, наверное, были щечки. Да, ко мне она уже пришла в течение трех лет отсутствия менструации. Она уже все понимает, она работает с психиатром, она даже была в стационаре, да, в отделении интенсивной терапии, то есть ситуация была критическая для нее. И она помнит, с чего все началось, с этих щечек, но тем не менее, да, она не понимала, когда вот, собственно, все это дошло до такого состояния. Поэтому я акцентирую, как акушер-гинеколог, как эндокринолог на том, что беспокойство и озабоченность своим весом, когда это не проблема избыточного веса в реале и ожирения, это уже независимый фактор риска нарушения менструального цикла, вплоть до увеличения риска функциональной гипоталамической аминореи. Что это такое? Тогда, когда нет менструации не в рамках какого-либо заболевания или больного органа, а тогда, когда это произошло на фоне стремительного снижения массы тела и индекса массы тела ниже нормы. Почему для нас это важно? Почему запускается этот патологический процесс опять-таки негативного влияния на яичники? Энергетический дефицит в рамках дефицита жировой ткани. А что такое жировая ткань? Это для женщины дополнительный источник эстрогенов. Но это не значит, что чем больше, тем лучше. Нет, это значит, что когда это совсем в дефиците, то это уже отрицательно влияет на тот же самый гипоталамус, на тот же самый гипофиз, снижаются основные уровни женских гормонов на уровне яичников и, конечно, угнетается создание яйцеклетки, то есть процесс фолликулы генеза страдает. И вот тот самый менструальный цикл, конечно, тот самый энергозатратный процесс и здесь тоже выпадает, как при стресс-ассоциированных нарушениях менструального цикла, так и при стремительном патологическом снижении веса. Несколько слов об алкоголе. К сожалению, наши пациентки репродуктивного возраста верят в слова о том, что стресс можно снять алкоголем, в том числе улучшить свое настроение. Ну, когда это день рождения или какой-то семейный праздник, какое-то торжество, и все это в дозволенных, разрешенных для возраста каждого выпивающего и поднимающего бокал количества, все бы неплохо. Но хроническое употребление алкоголя одного-двух бокалов, например, вина через день, каждый день или по выходным по две-три бутылки я с супругом просто сижу с очень хорошим и сухой вино пьем. Коллеги, непосредственное негативное влияние на гипоталамус и гипофиз мы оказываем. Конкретно алкоголь напрямую подавляет активность важного гонадорелизинг гормона, который контролирует основные гормоны наших яичников. Поэтому у девочек вот с таким употреблением алкоголя через день, каждый день по бокальчику, но очень хорошего вина, очень сухого, как нам рассказывают пациентки, могут привести к хронической аннувуляции, в том числе за счет негативного влияния на яичники. И вот здесь, конечно, несмотря на то, что я как гинеколог больше, конечно, попыталась затронуть вопросы репродуктивного здоровья женщины, менструального цикла, предменструального синдрома, стресс-зависимых, вес-зависимых нарушений, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что хронический стресс, в котором может пребывать наш пациент по тем или иным причинам, социальным, межличностным, соматическим, его, например, может беспокоить какое-то заболевание в его здоровье, может отразиться ведь еще и на негативном влиянии на сердечно-сосудистой системе, на его иммунном ответе. Ведь мы знаем, что часто болеющие детки, взрослые, находящиеся в хроническом стрессе, прямая зависимость, угнетение нашего иммунного ответа. Это и негативное влияние стресса на эндокринную систему, на желудочно-кишечный тракт. Пациентки, которые нам, гинекологам, могут не жаловаться, например, на нарушение стула, но когда мы опрашиваем их по здоровью, вопросы регулярности стула для нас важны. Это дополнительный маркер того, что же происходит в организме в целом. Ведь к нам не приходит женщина только с маткой и с яичником, ведь мы стараемся и пытаемся обсуждать ее вопросы целиком, не отделяя какую-то систему друг от дружки. И вот здесь, чтобы, может быть, наглядно нам всем помнить о том, на что же может влиять стресс с позиции гормонов, с позиции эндокринной системы, это какая-то одноразовая акция, какой-то стресс, либо это дистрессовое расстройство, то, конечно, в первую очередь мы влияем нашим стрессовой нагрузкой на гипоталамус, на маленькую эндокринную железу в головном мозге. Дальше, безусловно, это уже негативное влияние на вторую эндокринную железу, на гипофиз. И дальше, по сути дела, здесь у нас с вами представлены только надпочечники, органы, выделяющие гормоны стресса, так называемые, и щитовидную железу. Но сюда мы можем с вами и вставить нашу женщину с ее яичниками, с планами на желанную здоровую беременность. Поэтому, по сути дела, отрицать и отсоединять нашу пациентку только лишь гинекологический статус и все остальное, мы абсолютно и совершенно не можем. И вот здесь нам крайне важно тот самый междисциплинарный подход в репродуктивном возрасте в том числе, потому что у нас, Татьяна Анатольевна, идет огромная работа еще для подросткового возраста и для старшей возрастной группы. Это такие же активные наши пациенты, и мы о них забывать не можем. Но вот здесь, конечно, в репродуктивном возрасте, так как нам нужна эта здоровая беременность, нам нужно это здоровое население, то, конечно, здесь без Татьяны Анатольевны мы никуда. Поэтому я передаю слово своему коллеге Татьяне Анатольевне Захарчук. Спасибо большое, Екатерина Викторовна. Спасибо огромное, что очень много времени уделяете пациенткам и уговариваете обратиться к врачу ментального здоровья, потому что для многих это оказывается откровением, что они приходят с проблемами репродуктивного здоровья, а их направляют к психотерапевту, и многие, так сказать, даже вначале расстраиваются, но потом, так сказать, благодарят и понимают, что проблема здоровья на современном уровне, оно переходит на вот это междисциплинарное взаимодействие, когда врачи различных специальностей, эндокринологов, гинекологов, андрологов, психиатров, психотерапевтов, специализирующихся в общесоматической сети, уже приобретают такую научную модель встречного движения по Алисе Владимировне Андрющенко, и сегодня тема, которую мы обсуждаем, репродуктивная психосоматика, она изучает психосоматические соотношения между психотологическими расстройствами и нарушениями функций репродуктивной системы, возникающими под воздействием психосоциальных стрессов. И на данный момент вот это междисциплинарное сотрудничество уже приобретает характер эмерджентности, то есть это абсолютно нового качества, когда знание отдельных специальностей формирует качественно новые знания, которые по отдельности не имели бы такую значимость. И вот психосоматика создает такую площадку для врачей различных специальностей, на которой совместная работа приобретает и большую силу, значимость, чем каждая власть медицины по отдельности, потому что функциональные системы зависят от уровня развития психики поведения реакции на субъективно значимые события. И формирование адаптивности тесно связано с активацией работы нейронов и переработки информации и успешность функционирования определяется больше развитой нейрональных связей благополучным преодолением стресса. Как известно, ребенок рождается с большим количеством нейронов, чем у взрослого. И при отсутствии функционирования они подвергаются апоптозу за невостребованностью. Поэтому ослабление нейронов ведет к нарушению благополучной адаптации как следствие большей уязвимости к стрессовым ситуациям, нарушениям функционирования репродуктивной системы. И мы сейчас как бы охватываем тему эпигенетической уязвимости. Эффектами эпигенетики являются геномный импритинг и его нарушения, осуществляющие трансгенеративное эпигенетическое наследование. Эти изменения синтеза белка, вызванные механизмами, не изменяющими последовательность нуклидов ДНК, они носят более поверхностный характер, и их возможно корректировать психотерапевтическим воздействием. И таким образом в норме взаимодействия самосознания на различных уровнях развития психики и функционирования репродуктивной системы осуществляются режимы саморегуляции, а под воздействием и психоциальных стрессов, и эпигенетических уязвимостей, внутренних стрессов и кризисов развития возникает и нарушение психического здоровья, и функциональное нарушение репродуктивной системы, активируется гипоталамок и пивзардон от починкового реальная система. И надо сказать, что влияние эпигенетики на развитие психологических расстройств, такие как легкие депрессии и неврозы нашей обыденной жизни, и синдром мегаполиза сюда подходит, они актуальны до 35 лет. А вот после 35 лет уже влияние психоциальных стрессов играет основную роль в развитии психопатологии и гендерные различия даже стираются. По поводу значимости репродуктивной системы. Репродуктивная система одна, а сферы ответственности много. Это в первую очередь психосексуальное развитие. Она начинается с 2-4 лет с преобразованием на каждом этапе возрастной динамики развития личности. потому что каждый отрезок жизни несет свою значимость. И если под воздействием психоциальных стрессов происходит торможение, то это сказывается и на всю последующую жизнь. Реализация гендерных отношений. Это формирование сексуальных отношений с партнером. Реализация фертильной функции. Это способность зачатию, вынашиванию, рождению детей. И в результате эпигенетической уязвимости и влияния психоциальных стрессов возникает истощение адаптационных ресурсов и снижение стрессоустойчивости. Вот этот уже энергодефицит он идет из-за энергетических энергоснижения адаптивности. поэтому это сказывается на все функциональные системы. И психотологические расстройства, и функциональные нарушения гипоталамки в реальной системе, нарушения функций репродуктивной системы, нарушения психосексуального развития, вегетативной нервной системы. Все это снижает в последующем иммунитет, запускает аутоиммунные нарушения. Мы очень часто видим вместе с нашими нарушениями психической сферы и репродуктивной затрагиваются и аутоиммунные процессы щитовидной железы, растут образования надпочечниках, и это очень ухудшает и качество жизни, и снижает успеваемость и работоспособность, риск развития эндокринных заболеваний, ожирения, сахарный диабет второго типа. И эти образования могут переходить в более озлокочисляться в онкологические заболевания. Какие же здесь психосоматические соотношения между нашими сферами и нарушением психосексуального развития? Репродуктивная система активизируется с подросткового возраста. И если ментально происходит отказ от взросления, страхи взрослой жизни, как правило, это тревожные личности, наши гинекологи видят дисфункцию вичников сальзис-минорей. Отражение своего взрослеющего тела со стремлением вернуться в детский вес, это анорексия, часто это обсессивно-компульсивные личности, приводят к вторичной минореи на фоне дефицита массы тела. Выстраивание созависимых отношений часто в парах жертвы-абьюзеров зависимые личности приводят к преждевременному угасанию яичников, фонавриальному циклу на фоне лишнего веса, то есть расстройство перемьной пищи по типу переетания. Отказы от половой близости, страх проникновения и отвращения к обнаженному телу, избегающие личности, наши гинекологи видят на своих приемах пациенток с вагинизмом и с диспарой у ней. На данный момент уже четко сформированы междисциплинарные психосоматические соотношения, когда приходят пациентки с вторичной минореи, мы видим у них расстройство приема пищи по типу нервной анорексии, они не сами по себе, чаще всего в структуре депрессивных расстройств подросткового возраста, здесь и они тормозят и психосексуальное развитие, и гинекологи видят, что аминорея уже приобретает характер гипогонадотропный. Что же касается психосоматических соотношений при деменструальном синдроме, в анамнезе мы видим психотравмы в детско-родительских отношениях, психогенные невротические реакции из детского возраста, и даже если нет стойких каких-то нарушений между циклами, то во время менструации, да, перед или несколько дней после актуализируются циклические депрессивные реакции и различные болевые ощущения, они тоже входят в соматизированное проявление депрессивных расстройств, да, хоть и циклических, и часто вот, жалуются, что повышается аппетит, да, это вот невротические гиперфагические реакции. И если говорить о классификации, то психосоматические соотношения между психопатологией нарушениями функции репродуктивной системы делятся на два больших кластера. Нарушение функции репродуктивной системы провоцировано обусловленной психопатологией, сюда относится стресс, ассоциированный дисфункцией яичников, дефицит массы тела, аневолиаторный менструальный цикл, снижение вориального резерва, ожирение, диабет второго типа и второе психопатологические расстройства, реализующиеся в репродуктивной системе. Это вот синдром хронических тазовых болей, функциональная полидепсия, полиурея, нектурия, локальный гипергидроз и диспаруния с вагинизмом. Что же относится к первый кластер? Нормогонадотропная аминорея ассоциируется с дисморфическими расстройствами, это вот непринятие своего тела, легкими хроническими невротическими депрессиями, дистемиями, это когда они длятся больше двух лет, расстройствами приема пищи по типу нервной аорексии, ордорексии, с булимией или без, ограничителями пищевыми поведениями, тоже вариант анорексии, и все это в структурах различных депрессивных расстройств. Снижение массы тела может быть и без желания похудеть, да, это, так сказать, при сохранном аппетите, при тревожных депрессивных расстройствах снижается, так сказать, вес, а при гипогонадотропной аминарея мы видим более уже затянувшиеся расстройства, чаще всего тревожного спектра, обсессивно-компульсивные расстройства, часто это вот синдром отличниц с невротическим перфекционизмом, обсессивно-компульсивные расстройства с альтогрессивными реакциями по типу сэлл-харм, нанося себе поверхностные повреждения кожи в области конечностей, живота, не носят суицидального характера, а с целью вот самонаказания, если что-то не получается, они не достигают какого-то идеала. И вот при уже вышесказанном всем известном предминструальном синдроме, предминструальном дисфорическом расстройстве, это циклические депрессивные расстройства, часто встречаются обильные менструальные кровотечения и альдисминария. Расстройства приема пищи по типу переедания, приводящие к ожирению диабета второго типа, ассоциированы с преждевременным недостаточным яичником. И начнем со стресс-зависимых нарушений менструального цикла молодого возраста, это 18-25 лет. Из анамнеза мы видим негативную модель родительских отношений, зависимое аддиктивное поведение у родителей или прародителей, это хронический алкоголизм, реже наркомания, ожирение, созависимые отношения. С подросткового возраста происходит искажение восприятия своего тела в нормальном весе, жесткие диеты, подсчет колоража, панический страх поправиться и комфортное восприятие своего тела в недостаточной массе тела, то есть норма кажется, так сказать, лишним весом. Некоторые пациентки бегут от некомфортных отношений, так сказать, в родительской семье, в раннее замужество, оно так и называется по типу бегства от родителей. И, так сказать, вот эта незрелость психологическая, нерешенность прошлых психотравм приводит к тому, что беременность, во время беременности, так сказать, усиливается нервная анорексия, она отдельно приобрела, так сказать, название прегарексия, то есть это анорексия во время беременности, при котором намерено ограничение приема пищи с целью сохранения стройности фигуры и стремления скрывать живот усиливается по мере, так сказать, увеличения срока беременности. И также после родов продолжается аминорея. И здесь, конечно, мы говорим о торможении психосексуального развития. Расстройство приема пищи по типу нервной анорексии, они не ограничиваются в подростковом возрасте или только в молодом. Да, мы видим, что оно может, так сказать, переходить в 30% в случаях, трансформироваться в переедание с развитием лишнего веса ожирения. И так сказать, видим, что в некоторых случаях и вот эта нервная анорексия, она остается и во взрослом возрасте без перехода в другие расстройства. Это, как правило, такие взрослые женщины, они увлекаются фитнесом, бодибилдингом, скульптом тела, у них патологическое влечение к поддержанию идеального тела, злоупотребление жиросжигателями, слабителями, мочегонами, антидепрессантами, которые, как бы, так сказать, помогают им похудеть. И эстетика худого тела с мышечным рельефом ассоциируется с продлением молодости. Постоянно невротическая фиксация на поддержание сексуальной активности носит такой даже навязчивый характер. И вот это пищевое расстройство пищевого поведения с ограничением отказа от белков, орторексии, фиксация на подсчетах калорий, уменьшение массы тела, так называемой сушки перед выступлениями приводит к тому, что у них пока не занимаются этими упражнениями, у них отсутствует менструальный цикл, и из-за анамнеза мы видим, что прием эстрогенов у них с момента увлечения культуризмом и может не кончаться, если они не расстаются с таким образом жизни. Торможение психосексуального развития рассматривается как недостаточность ресурсов для уже таких психических ресурсов для выработки адаптивных стратегий по взрослеющему типу. Вот эти дисморфические расстройства, неприятие, непринятие своего тела, непринятие своих взрослеющих форм рассматривается как искажающее формирование телесного самосознания, недовольство внешним видом с идеей внешней непривлекательности, негативным отношением к себе, а ведь толком ничего не происходит, девочки взрослеют и наоборот казалось, расцветает, психосексуальность, появляются соблазнительные формы, а у них вот такие тяжелые невротические реакции отрицания. Эмоциональная неустойчивость, пубертатная лоббильность, настроение. Здесь мы видим заниженную самооценку, перекрывающую стремление к сепарации, индивилизации, и они так остаются созависимыми с родителями. Таких пациенток мы знаем с нашими любимыми эндокринологами, они до 42 лет приходят на прием с мамами, и мамы часто за них отвечают на вопросы врачей. Регрессивное поведение на предшествующую стадию развития по детскому типу. Здесь с одной стороны переедание сопряженной с актуализацией детских травм и дефектов воспитания, а с другой стороны вот этот дефицит массы тела желанием оставаться в детском весе, страхом взросления, то есть вечно хочется подсознательно, неосознанно оставаться в детстве, то есть они в своей семье не подготовлены к взрослой жизни, вот это влияние эпигенетики. Какие еще стресс-зависимые нарушения менструального цикла молодых девушек, декомпенсация тревожного расстройства, здесь на фоне возрастных кризисов, изменения привычного стереотипа жизни в социальной личной сфере это переезды, смена школ, переезд в другой город, высшее учебное заведение, здесь первичная тревога, уменьшение веса на фоне тревожного напряжения, иногда даже без снижения аппетита, из-за пониженного настроения снижается либидо, снижение либидо это в структуре депрессии, но они связывают это с приемом эстрогенов и обращаются с претензией гинекологом, чтобы им поменяли лечение. Они стремятся ограничивать питание не с целью похудеть, а с целью поддержать здоровье, даже в таком истощенном состоянии, они стараются физические нагрузки поддерживать, но в отличие от таких тяжелых невротических аноректических расстройств, они очень комплоентны и врачебные рекомендации с лета воспринимают и с удовольствием принимают консультацию психотерапевта, потому что им важно избавиться, они тяготятся своим дискомфортным состоянием, хотя у них легкие дисфункции, это задержки по 2-3 месяца, либо удлиненные менструальный цикл до 2-х недель, и они также могут сохраняться и при нормализации веса, потому что причина дисфункции яичников именно в невротических депрессивных расстройствах, и здесь необходимо подключать обязательно лечение психотерапевта. Во взрослом возрасте мы видим социальные достижения у наших пациентов, от которых они не испытывают радости, хотя социальные достижения могут быть высокие, потому что когда начинаешь расспрашивать, выясняется, что выбор был в ущерб себе, выбор вуза, профессии, выбирали за них родители, они хотели заниматься другим, то есть они реализовывали практически программу родителей, которая по их мнению была более приемлема, мы слышим часто от наших пациентков родителям, маме лучше знать как тебе лучше. В одном варианте это невротические перфекционисты с выраженным преодолевающим поведением, они стремятся соответствовать несуществующему идеалу, находятся в состоянии постоянного невротического конфликта с неидеальной реальностью, а второй вариант это зависимость жизненной позиции с негативным отношением к себе, страданиями в режиме обыденности и в личных отношениях такая добровольная жертва и в последнем случае здесь хорнифицируется депрессивное расстройство и расстройство приема пищи по типу переедания, избыточный вес и преждевременная достаточность яичников. И таким образом складывается такое общее представление о психогенной аминореи, которая дебютирует со старших классов на фоне подготовки к тестовым экзаменам актуализируется аминорея в период повышенных социальных нагрузок либо каких-то личных стрессов и часто они сопряжены с психогенными депрессиями, с эмоциональной лоббильностью, слезами, стражительностью, тревожно-фобическими расстройствами, с паническими атаками, постоянным напряжением, страхами не справиться с заданиями, забыть выученный материал, совершить ошибку, навязчивыми сомнениями правильного выбора, с аматофорными расстройствами, с мышечным напряжением, частыми головными болями, и из триггеров мы видим дефицит физических нагрузок, это тоже синдром мекополиса, когда с таким ритмом некогда заниматься физическими нагрузками, хроническое недосыпание, это тоже из-за повышенных нагрузок, и из предпочтительных расстройств личности, здесь тревожные, нанкасные, обсессивно-компульсивные больше встречаются. Из особенностей их лечения сразу хочется сказать, что функциональные нарушения менструального цикла, они восстанавливаются при назначении психофармакотерапии, представленной преимущественно современными антидепрессантами, которые, конечно же, подбираются с учетом активного образа жизни, они в коем случае не вызывают несонливости, так сказать, и наоборот восстанавливают силы, жизненный тонус, и чтобы развеять миф о зависимости привыкания, необходимо помнить нашим пациенткам, что лечение длится еще около года после снятия всех симптомов и восстановления менструального цикла для восстановления вот запас нейрональности и запаса ресурсной прочности, вот этих психических энергоресурсов. Надо сказать, что менструальный цикл на фоне лечения антидепрессантами восстанавливается быстро, где-то в среднем через 3-6 месяцев от начала, в редких случаях на втором месяце, что очень нас радует, и, конечно, мы видим зависимость от длительности, тяжести стрессовой ситуации, обращение, как бы, своевременное обращение к психиатру, непрерывному приему препаратов без самостоятельной отмены раньше времени. Конечно, в ряде случаев рекомендовано помимо медикаментозного лечения и прохождение индивидуальной психотерапии для проработки подсознательных проблем, это часто детские психотравмы, которые препятствуют благополучной реализации уже во взрослой личной жизни. Как же психогеноменорея негативно сказывается у пациенток разного уже возрастного периода на фоне тех же психоциальных стрессов, возрастные периоды 36-39 лет, такие пациентки приходят с преждевременной недостаточностью яичников 40-44 года ранее менопаузы и если сопутствующая психопатология невротического депрессивного регистра наводит на мысль, что надо их направить к психиатру-психотерапевту, специализирующейся в общесоматической сети, то в ряде случаев при своевременном лечении антидепрессантами и психотерапии менструальная функция восстанавливается, что можно говорить и о частичной обратимости психосоматических расстройств на достаточно таком хроническом течении. Немножко еще про депрессивное расстройство в различные фазы менструального цикла, потому что все привыкли, что предменструальный синдром, а здесь еще наши пациентки жалуются на такие же ухудшения, как в ПМС, также они в середине цикла, и в период они прям как-то ощущают особыми, так сказать, телесными ощущениями период эволюции, и здесь мы это рассматриваем, что идет какая-то гиперчувствительность, которая в норме не должна быть, и это рассматривается как заимствование ритмов депрессии, цикличности, и первый вариант это циклические депрессивные реакции, второй вариант циклические ухудшения клинических завершенных депрессивных реакций по при, так сказать, вот такой гиперчувствительности. В отношении альдисминарии каждый месяц пациентки ощущают тяжелые, выраженные, тягостные, болевые ощущения с мучительными, выкручивающими болями в животе, они достигают уровня вплоть до потери сознания, и когда анализируешь их, так сказать, историю прошлую, так сказать, выясняется, что очень много невротических конфликтов в психо-социальной сфере, и им бы хотелось вообще уйти, так сказать, вот в реальном синдроме мегаполиса, вообще в социальную жизнь и забыть о личной жизни, но вот по невротическому механизму каждый месяц пациенткам идет такое как бы напоминание от организма подготовки к реализации репродуктивной функции, которые они как бы с ужасом, с тревогой ожидания ожидают, и здесь также мы вот это заимствование ритмов рассматриваем, что циклические, функциональные, соматические расстройства вот с такими и алгопатиями. Значит, у пациенток с депрессивными расстройствами и с дисфункцией миничников мы видим утяжеление депрессии на фоне психоциальных стрессов, которые они, в принципе, могут даже не замечать. Они могут говорить, что это связано с какой-то нагрузкой на учебе, по работе, и вот это преодолевающее поведение, оно может долго их удерживать в социальной адаптации, но пандемия выявила, что, так сказать, почему так пандемию тяжело перенесли, потому что вот это истощение ресурсов, вот это депрессивное состояние, оно копилось давно, и когда пациентки оказались в домашних условиях, все это очень явно актуализировалось, бежать от себя было некуда, и стало актуально, что нужна помощь. Что касается молодых пациенток, то есть проблемы с их родителями, родители старшего поколения часто против обращения за консультацией к психотерапевту, и надо сказать, что наши пациентки они настолько как бы вот сами хотят получить эту помощь, что даже вырабатывают стратегию обращаться сначала к гинекологам, понимая и жалуясь к гинекологам на плохое настроение, понимая, надеясь, что их направят, да, что они получат от гинеколога рекомендацию как бы уже обращения за психотерапевтом, и что родители тогда уже не смогут им отказать. Такая тоже есть еще проблема. Значит, и вот эти дисморфические расстройства, неприятие своего тела в норме, оно встречается и у взрослых женщин, да, мы видим как бы у пациенток с ожирением, да, иногда это уже и с диабетом второго типа на ожирении, когда под чутким руководством наших эндокринологов, диетологов, они успешно худеют, но при нормализации веса у них актуализируется переживание вот этого непринятия своего тела, чрезмерное стеснение, страх перед вниманием противоположного пола, да, из анамнеза мы видим жесткое воспитание отца с подавлением женственности, выбор супруга с алкогольной зависимостью, они часто жертвы виктивного поведения и состоят в объединенных отношениях, и надо сказать, если кто-то успел обратиться за помощью вот в период пандемии, да, то сейчас мы видим, что очень много расставаний с такими, то есть пандемия она где-то спровоцировала изменение своей жизни в лучшую сторону, тоже есть вот такой аспект, из психосоматических соотношений у них преждевременная недостаточность яичников, анавиатурный менструальный цикл, страх своей сексуальности, андрофобия, страх мужчины, опасения близких взаимоотношений с ними, конечно, им требуется очень серьезная психотерапевтическая помощь. Другая крайность это парадоксальные дисморфические реакции у пациенток взрослого возраста с лишним весом. Они сами довольны своим весом, да, и единственное, что их не устраивает, что с возрастом у них ухудшается общее самочувствие и каким бы врачам они не обращались, все им твердят одно и то же, что надо худеть. А у них сформировано положительное эстетическое восприятие своей полноты и внешнего вида, образа тела. И им трудно принять необходимость изменения внешнего облика в сторону уменьшения веса, потому что похудание ассоциируется с потерей красоты и внешней привлекательности. Потому что из расстройств приема пищи мы видим гетоническое переедание из детского возраста их приучили позитивно воспринимать тело в лишнем весе. Мы видим этот культ тела во многих семьях, когда большой розовый пупсик ассоциируется со здоровьем. также интересная тема про психогенное бесплодие, психогенную диапатическую инфертильность. Здесь отсутствие детей в течение года у пары после исключения всех видов бесплодия. Психогенное это истощение функциональности репродуктивной системы на фоне психоциальных стрессов, в анамнезе тяжелый развод, недостаточно ресурсов для следующей беременности в новой семье, даже при наличии детей в предыдущем браке. В других случаях из стрессов и дюльтер с сохранением семьи, то есть развода не происходит, но обида остается, и она, так сказать, изнутри истощает и нехватка ресурсов для продолжения реализации репродуктивной системы. Второй кластер, он более короткий, здесь психопатологические расстройства, реализующиеся в репродуктивной системе. Это разнообразная алгопатия, которую мы видим в синдроме хронических тазовых болей, диспорунии, синдром раздраженного мочевого пузыря, гиперактивный мочевой пузырь, различные, так сказать, приливы жара, которые не соответствуют наступлению перименопаузального периода или в глубокий уже постменопаузе. Значит, синдром хронических тазовых болей, здесь очень выраженные тягостные мучительные боли в области гениталии промежности, они могут усиливаться при половом контакте, что приводит к избегающему поведению в личной жизни, вплоть до отказа. диспарунии это мышечные спазмы во время вагинального проникновения, они как бы актуализируются при гинекологическом обследовании, половом акте и даже мыслях о сексе. Из анамнеза видим модель конфликтных отношений между родителями с моральным и физическим абьюзом, в исходе которых близится мужчина ассоциируется с болью, страхами и необходимостью терпеть унижения. И надо тут отличать такой диагноз вагинизма и психогенной диспаре унии. Вагинизм это непроизвольный спазм и сокращение мышц, сжимающих влагалище, препятствующий осуществлению полового акта и гинекологических манипуляций. не всегда как принято миф, что обязательно в анамнезе сексуальное насилие. Нет, это не всегда так. может быть и без какого-то травмирующего сексуального опыта. Диспаруни это ощущение дискомфорта или болезненные ощущения, возникающие в половых органах до, в течение или сразу после окончания коэтуса. И вот эти ощущения, они настолько болезненные, что ассоциируются с образными представлениями, как будто битое стекло, вот такие острые боли. И, конечно, здесь необходимо, как ожог, необходимо медикаментозное лечение, чтобы эти ощущения быстро снимать. Раздраженный мочевой пузырь ассоциируется с невротическими расстройствами, и такие императивные позывы, учащенное мочеиспускание, обильное, иногда только в ночное время. Психогенная полидиепсия, часто диагноз здесь с несахарным диабетом, повышенное потребление жидкости, жажды или без жажды. Пациентки стараются избегать общественные места, у них тревога ожидания неудержания мочи с навязчивыми сомнениями, незавершенности акта мочеиспускания, неполного опорожнения мочевого пузыряем, часто тяжело даже выйти из дома, они могут опаздывать на работу, что может ухудшать социальную адаптацию, и здесь важно тоже очень быстро их направлять на консультацию психотерапевта, чтобы быстро их восстановить в здоровье. Ну и приливы, да, приливы, они такие очень могут быть тягостные, вплоть до ежечасных, тяжелых, сопровождаться слабостью, и этот, так сказать, эти приливы, они, так сказать, сопровождаются повышенной потливостью как всего тела, так и может быть очень локально, да, либо головы, либо конечности, либо промежности, и пациентки очень боятся развития раннего климакса, они очень навязчиво часто обращаются к эндокринным гинекологам, постоянно пересдают анализы, и отрицательные результаты, что какая-то патология, она их не успокаивает, потому что они, так сказать, не понимают, отчего им так плохо. И поэтому особенности нашего междисциплинарного сотрудничества, лечебных подходов, это как правильно Екатерина Викторовна сказала, необходимо осознать, что эти психогены обусловлены нарушением функции репродуктивной системы, они являются психосоматическими расстройствами, и, так сказать, формировать положительный настрой необходимо нашим пациентам на обращение за консультативной помощью к психиатру-психотерапевту, специализирующейся в общесоматической сети. И надо сказать, что лечение, конечно, длительное, мы не обещаем каких-то чудес, но что хорошо, что оно, так сказать, заканчивается и заканчивается результатом выздоровления. Для ориентира первый этап клинический это 3-6 месяцев, во время которого на фоне психофармкотерапии происходит купирование собственно вот этих психопатологических расстройств, депрессивных, тревожнофобических, соматизированных вот эти боли, обсессивно-компульсивных, навязчивых. Обязательно в первую очередь надо нормализовать сон, уменьшить интенсивность и тяжесть нарушения пищевого поведения, как приводящие к уменьшению веса, как и приводящие к увеличению веса. И второй этап восстановительный от года происходит восстановление стрессоустойчивости, адаптационных ресурсов, жизненной энергии. и надо сказать, что вот эти мифы о привыкании, зависимости, реакции отмены связаны с тем, что этот этап не был пройден. Из психофармакотерапии, конечно, на первом месте стоят антидепрессанты. Еще раз скажу, что подбираются тщательно, индивидуально, персонально. И, конечно, стараемся подобрать, чтобы они были совместимы с активным образом с жизнью. И, как известно, современные антидепрессанты, они, как правило, им нужно период как бы разогнаться. И вот этот период, когда во время разгона усиливается невротическая симптоматика, это не побочный эффект, это временный. И чтобы облегчить самочувствие, назначаются так сказать, ситуационно анксиолитики, транквилизаторы. В схеме лечения они не назначаются только по факту, когда может усиливаться тревога, паника, эмоциональное напряжение. Кроме того, транквилизаторы помогают справиться с эмоциональным дискомфортом, который предшествует периоду переедания. Это вот в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии. На более продвинутой стадии лечения можно наотропы подключать для улучшения когнитивных функций. Почему не сразу? Потому что истощены нейроны при неврозах и депрессиях. Их надо сначала укрепить, а потом уже наотропами как бы стимулировать. Из психотерапии актуальна индивидуальная мультимодальная психотерапия. Как правило, это когнитивно-поведенческая, сюда же включается интерперсональная и психодинамическая, психоаналитически ориентированная, краткосрочная, направленная на глубину переработки внутренних психологических конфликтов, изменения патологического стереотипа пищевого поведения. И, так сказать, конечно, если это касается каких-то внутрипартнерских, внутрисемейных отношений, то можно проводить и семейную психотерапию, системную семейную психотерапию направленную на коррекцию внутрисемейных отношений. Значит, и в заключении хочется сказать, что, конечно, стрессов в современной жизни много, они все возрастают, поэтому и растут распространенность психосоматических расстройств и репродуктивной системы под воздействием психо-социальных стрессов и актуально развивать наше эмерджентное сотрудничество в дальнейшем. И, конечно, хочется еще раз поблагодарить наших гинекологов в лице Екатерины Викторовны, что на них очень большая ответственность возложена. Они являются первым взаменом в выявлении необходимости консультации психиатра, психотерапевта, я бы сказала, что даже они со-психотерапевты, потому что большая часть времени с такими пациентками, это как бы работа психотерапевта, психотерапевтическая, психологическая, и надо разрабатывать дальше совместные лечебные стратегии для ведения таких пациенток, чтобы быстрее улучшать им качество жизни, и чтобы они были счастливы. можно картиночку прекрасно финальный аккорд счастливых женщин, которые с помощью наших одноклубовцев станут еще счастливее, получив такой прекрасный багаж знаний накануне 8 марта. Наша немногочисленная аудитория слышит нас? Да, я слышу, да. Да, материал для вас был новым, либо вы уже как бы давно в этой теме? Нет, ну, конкретно глубоко в эту тему, конечно, я не залезала, поэтому, естественно, что что-то, ну, совершенно, то есть общие принципы, конечно, они понятны, вот, и на большинство моих вопросов как бы я получила ответы, мне только единственное, что хотелось бы спросить, задать вопрос, я уже не знаю, кому его адресовать, ну, наверное, тогда вы там поймете сами тогда кому. Скажите, пожалуйста, вот в отношении связи бесплодия и ожирения очень важная тема, которую, так сказать, действительно обсуждают все, потому что тут слишком много механизмов завязаны, и морбидное ожирение, и, так сказать, вот эта вся цепочка, скажите, пожалуйста, тут понятно, что необходим мультидисциплинарный подход к ведению таких пациентов, вот, в какой степени, так сказать, что бывает всегда в основе лечения, это эндокринологический подход к лечению ожирения, либо это все-таки терапия эндокринологии идет гинекологической, я имею в виду, используем ли мы сначала, так сказать, вот эти вот все органисты ГПП-1, да, для того, чтобы похудеть, еще что-то, а потом уже, если ничего не получается, подключаем гормоны, женский гормон, ну, как раз наоборот, вот, или бы как-то это все вместе, что преобладает в начале лечения, как прерывать это все, с чего начать? Ну, я начну тогда, наверное, с учетом того, что речь именно о бесплодии, это все-таки, да, больше гинекологическая сфера, нельзя, наверное, и разъединить, на каком этапе будет эндокринолог, на каком этапе будет гинеколог и на каком этапе будет психотерапевт, здесь все должно быть одновременно, вы абсолютно верно вспомнили о фармакологической помощи, лечении ожирения, это не только агонисты, у нас есть и другие классы препаратов, но, да, мы похудеем, а когда мы их отменим, что будет? То есть, если это пациентка с нарушением пищевого поведения, и мы, например, готовимся к планированию беременности, то есть, весь тот вес, который она сбросит, в том числе с помощью вармакологической поддержки, ведь она с этими нарушениями пищевого поведения наберет во время беременности, обречет себя на гистационный диабет, обречет ребенка на метаболические нарушения и, по сути дела, родит себе подобие, да, метаболически нездоровые, как бы это сейчас ужасно не звучало, но это факт, поэтому здесь это, наверное, работа совместная, если речь идет об ожирении, эндокринолога, потому что может быть эндокринологическая гормональная составляющая, гинеколога, потому что это пациентка репродуктивного возраста и обязательно психотерапевта. Если это пациентка уже старшего возрастного периода, и мы понимаем, что уровень АМГ, то есть ее авариальный резерв истощается, либо уже на грани истощения, мы понимаем, что у нас не так много времени, и здесь, конечно, сроки играют огромное значение. И здесь не только фармакологическая помощь, здесь должна быть еще параллельно гинекологическая поддержка, возможно, назначение каких-то гормональных препаратов и прогестерона, и эстерогена. Но то есть это такой, конечно, вопрос всеобъемлющий, поэтому здесь только совместно, только мультидисциплинарное лечение такого пациента должно быть. Да, и можно я еще дополню к вашему вопросу одновременно, то есть помощь оказывается одновременно персонализирована, если пациентка с морбидным ожирением, сроки репродуктивного возраста у нее уже поджимают, то даже и хирургов, гибриатрических подключаем, но все равно никуда не уйти от психологических причин расстройств приема пищи, это немножко другая тема, мы можем, так сказать, отдельно собраться ее, обсудить, потому что расстройства приема пищи это как бы относится к ментальному здоровью, и, как правило, они возникают не отдельно, а в структуре других основных расстройств депрессивного, тревожного спектра, и здесь мы видим, что хронические расстройства приема пищи и хронические метаболические нарушения связаны именно с затяжными, нерешенными, тяжелыми психотравмами, но без этого, и понимаете, сейчас-то у нас, почему вот эти все клиники, которые лечат диетами разнообразными, почему это сейчас терпит крах и уже не актуально, потому что в нашей муже дисциплинарной команде другой лозунг, не просто похудеть, мы выбираем глобальную цель, мы возвращаем наших пациенток в здоровье, и все, что стоит на пути, мешающего вернуться в здоровье, вот это мы командно, одновременно, со всех сторон устраняем. Вот так. То есть, по идее, пациент, который к вам приходит, он фактически имеет дело буквально с двумя или с тремя врачами, правильно я поняла? С тремя специалистами, да. Если этот пациент пришел к гинекологу, и, например, гинеколог не занимается сам вопросами снижения веса, модификации образа жизни, то подключается эндокринолог-диетолог и подключается психотерапевт Татьяна Анатольевна. То есть, по сути дела, женщина с бесплодием и избытком массы тела ожирения, ее ведут три специалиста, ну или два, если это и акушер-гинеколог, и эндокринолог в одном лице. Но это не решается проблема. Сначала гинекологическое, например, нарушение цикла, потом мы разбираемся с весом, а потом мы, может быть, когда-нибудь, если договоримся с пациенткой и поторгуемся с ней, когда она пойдет к психотерапевту, потом психотерапевт, нет, это упущенное драгоценное время репродуктивного периода, а потом мы начинаем считать драгоценные яйцеклетки, которые уже, скажем так, на исходе, либо не совсем должного качества. Поэтому это только одновременное ведение, и мы именно в нашем центре пропагандируем именно не просто снижение веса, а мы пропагандируем удержание этого здорового тела, которого мы достигаем, ну, по сути дела, со всех сторон. Хочется дополнить, это три врача на первой стадии, а в дальнейшем обязательно, так сказать, и вот диетологи, как отдельные специалисты, потому что диетологи, это не, так сказать, не от слова диета, они учат, что такое вообще правильное питание, то есть это практически совместно с психотерапевтами, да, вот когнитивно-политической психотерапией в частности, то есть мы тренируем пациенток учиться правильно питаться, а то, что пищевой невроз, мы как бы вырываем из нормального приема пищи и, так сказать, отдельно уже с этим работаем. И, конечно же, реабилитологи, да, потому что пациентки худеют, у них меняется внешний вид, да, и обязательно нужно поддерживать, так сказать, тугар кожи, да, здесь, и вообще научить их тоже физическим упражнениям, тоже без насилия, без отрывов, постепенно, да, здесь очень-очень много, как бы, и реабилитологов, и их несколько, да, это и массажи, и, так сказать, и упражнения, и самотренинги, ну, то есть здесь очень большая команда специалистов. И тут даже у учебы правильно физически быть активным, то есть очень много ошибок наши пациентки с избытком веса получают, когда бегут сразу в какие-то спортивные секции, на какие-то спортивные занятия. Огромный вес, и они с этим весом начинают скакать, при этом они потом удивляются, почему болят суставы, почему болят колени, почему проблема начинается со спиной, я же вроде хочу быть здоровой, я же пошла в зал, я же занимаюсь. Вот наши специалисты лечебной физкультуры, наши реабилитологи в нашем отделении, они отдельно, в зависимости от веса пациентки, в зависимости от задач, которые мы перед ними ставим, и, соответственно, пациенты тоже участвуют активно в этом процессе, они разрабатывают индивидуальные программы. И потом пациентки, уходя от нас, продолжают эти занятия дома, на даче, не знаю, на рабочем месте, закрывшись в кабинете в обеденный перерыв. Поэтому здесь же может быть еще необходимость, например, в консультации специалистов-кардиологов, если это уже совсем отягощенная пациентка, например, по гипертонической болезни, выраженное явление дислепидемии. То есть мы назвали сейчас трех специалистов, и акцентируем на это внимание. Ну, скажем так, это не то, что базово, наверное, так не очень красиво сказать, но это дебют борьбы, да, и вот в этом начале борьбы, это, наверное, вот для пациентки с ненаступлением беременности и ожирением, это вот такие, наверное, три стража, которые идут с пациенткой, ну, плечом к плечу. Мы учимся вместе кушать, мы учимся вместе заниматься, мы учимся вместе думать и относиться к еде иначе. И когда наши специалисты по питанию начинают беседовать с пациентами, пациенты радуются тому, сколько много у них еды, и неужели они будут от этого худеть, и когда они приходят счастливые, уже начинающие худеть, они радуются тому, что нет никаких запретов, да, есть какие-то ограничения, и то это на каких-то первых этапах, поэтому это очень важно, еще правильное здоровое отношение к еде, а это даст только специалист-психотерапевт, да, который работает именно с пациентами, помогающими снижать, ну, или повышать массу тела, и, соответственно, грамотный доктор, эндокринолог, диетолог. У вас, наверное, должны быть очень интересные клинические примеры, вот такое вот командное ведение пациентов, правильно, должна появиться? Да, конечно. Я думаю, уже фиксируются такие вещи, потому что, когда это просто, вот говорится, да, должен этот, этот, этот подключаться, а вот когда, допустим, вы говорите, приходит к нам пациентка с таким-то весом, таким-то анамнезом, и так далее, и так далее, и вот мы начинаем, значит, в этом случае психотерапевт, то гинеколог, это и так далее, вот ваши клинические примеры, они должны быть, наверное, даже более показательны, нежели, наверное, вот просто вот отдельные вебинары, потому что они демонстрируют, вот, так сказать, разнообразие поддержки, помощи, и различных линий лечения, в том или другом случае, да? Конечно, именно так мы и образовываем наших молодых коллег, которые приходят к нам на различные варианты учебы в наш институт образования, это доктора, которые подключаются к нам на различные наши образовательные вебинары, у нас есть отдельные разборы клинических случаев, когда это не только теоретическая база, но это реальные пациенты, да, без фамилий, без имен и без фотографий, с реальными протоколами, исследованием, которые мы проводили, с задачами, целями, кому они пришли, когда они пришли, какое лечение они получали, и на выходе, конечно, если речь об оценках с желанием иметь малыша, то, конечно, это, собственно, наша финальная цель, это наступление желанной беременности и рождение этого малыша, конечно, именно так и проходит обучение в нашем институте, в нашем центре. А публикуются где-то клинические случаи эти? Конечно, клинические случаи мы публикуем, как правило, чаще всего в наших научных журналах, которым, собственно, издателями является наш центр, это журнал проблемы эндокринологии, это журнал «Ожирение и метаболизм», это журналы научные, они для врачей, они не для пациентов, для пациентов у нас могут проводиться различные какие-то мероприятия, типа тоже вебинаров, либо различные брошюры, школы, да, школы по ожирению у нас проходят, и амбулаторные, и стационарные, то есть здесь работа идет, скажем так, со всех фронтов, поэтому, конечно, клинические случаи наиболее таких наглядных, к сожалению, они, как правило, все тяжелых пациентов, мы публикуем не только в российских изданиях, но и в международных. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Спасибо вам. Спасибо. Да, вот акцент сделан Екатериной Викторовной на правильном и здоровом отношении к еде, собственно говоря, перебрасывает наш разговор и начатую сегодня дискуссию к очередному пресс-клубу, который ожидается в районе 16-17 марта на тему осознанного управления вкусом, здоровьем и возрастом. И к нам уже к разговору присоединится врач-диетолог Фатима Хаджимуратовна Муратовна Сгоева. И, Татьяна, приглашаю вас на очередной клуб. И надеюсь, что ваш запрос на использование клинических случаев нашей команды врачей занимается